Сейчас я буду рассказывать немного о своей профессиональной деятельности, точнее в основном о своей профессиональной деятельности, о этапах моей карьеры. И я очень надеюсь, что вас это будет мотивировать развиваться, идти вперед и в какие-то моменты времени прийти к нам и тоже тут рядышком выступать. Вот. Окей. Ну все присели, ну. Окей, ну на данный момент я работаю тех-лидом BHP отдела в компании Ник Солюшенс. Перед тем, как перейти к моим жизненным успехам или карьере, да, я бы такой вот немного отвлекся на один момент. Все люди, они, у них какие-то есть свои, ну каждый человек индивидуален, да, каждый человек, у него есть свои врожденные какие-то сильные стороны, какие-то слабые стороны. Каждый человек, ну, что-то ему дано, что-то ему нравится, что-то он любит. Вот. Я приверженец идей, что если тебе что-то дано и что-то ты любишь, двигайся в этом направлении. Вот. Вот. Я бы выделил несколько таких вот, как это, не навыков, да, я бы сказал, черт характера, на которые вот акцентируешь ты свое внимание, вообще акцентируешь свое развитие. Я вот выделяю, к примеру, людей, которые любят созидать. Вот. Если человек любит созидать, то, скорее всего, ему понравится работать программистом. Да? Ну, вы любите созидать? Да, вот, да. Я, кстати, вот это вот могу насчет созидания. Ладно, я чуть-чуть попозже расскажу интересную фразу от моего друга. Вот. Есть люди, которые любят разрушать. Тестеры, да. Это тестировщики. Есть тут тестировщики в зале? Нет? Не, ну не так же все плохо в вашей жизни, если вы... Чего вы так тестеров сторонитесь? Они же молодцы. Ну, а вы баги делаете, ну... Хорошие. Еще есть люди, которые любят исследовать. Вот им дай что-нибудь поковырять новенькое, да. Вышел там, залез куда-нибудь, поковырял, барионет, написал статейку, и дальше ковырять следующее что-нибудь. Вот. Есть такие люди. Есть люди, которые ленивые, и они любят просто вот наблюдать, как все происходит. Вот администраторы, да. Есть люди, вот системный администратор, это вообще человек, который очень ленив, но он настроит процесс. Вот. И он работает, он наблюдает, как процесс работает, да. Он вечно смотрит на то, как течет вода, горит огонь, дают зарплату. Вот. Вот это его идеальный процесс. Он не должен бегать, не должен работать, да. Идеальный системный администратор, тот, который сидит и ничего не делает. Ничего не делает, потому что все работает. Вот. Это идеальный системный администратор. Также есть люди, которые любят руководить. Вот они любят работать с людьми, они любят коммуницировать. Вот их, больше всего им нравится вот этот вот сам процесс общения. Вот. Ну. Еще раз. А деятель или вы кто-то? Ну, нет, это, скорее всего, к следующей категории. Вот. Ну, это ближе к менеджерам. То есть, если человек любит общаться с людьми, любит коммуницировать, ну, вот ему больше дано руководящие должности или менеджерские должности, да. Но у него свой кайф. Если сейчас посадить разработчика на должность менеджера, скорее всего, он этого кайфа не будет получать. Ему будет это все в напряг. Можно сказать, не байзируйте, что вы летаете. Да. Разработчик очень сложен становиться менеджером, потому что, вот, представляете, да, разработчик стал менеджером. Ему дали несколько разработчиков. Какая вероятность, что он будет лезть в их код? Хорошо. Да, вот. Не очень хорошая ситуация. Еще у нас есть люди, которые любят учить. Это тоже очень специфическая черта характера. Выдерживать... Ну, вот, у меня сейчас ребенок во втором классе. Я могу сказать, что учитель из меня не ахти. Вот. И очень много терпения у преподавателей. Учить детей – это отдельная тема. Но и учить в вузах студентов, учить джуниоров на работе, да. Это вот тоже такой скилл, который либо дано, либо не дано. И ты либо его развиваешь и дальше прокачиваешь и обучаешь людей, либо нет. Окей. Ну, вот, чуть-чуть определились, да. А какие бывают навыки и как человек вообще... Что он любит, да. Если он что-то любит, то лучше туда и стремиться. Если ты любишь разрабатывать и создать, стремись в эту область. Если ты любишь разрушать, то у тестировщиков тоже бывает очень много интересной работы. Вот. Хорошие тестировщики ценятся на вес золота. Вот. Какие хорошие разработчики, хорошие менеджеры. Вот. Стань отличным специалистом в своей области. Вообще в идеале, да, если ваше хобби стало вашей работой, и вам еще и за это платят, то это вообще блеск. Вот. Окей. Ну, я чуть-чуть, как это, по себе, да, так, разложил, куда мне больше нравится идти. Вот. А, я еще хотел вспомнить про человека, насчет программирования, да. Я пошел в программирование, люблю созидать. Вот. В песочнице я, видать, любил куличики лепить, а не валять. Вот. А мой друг в общежитии говорил, я кулич педалью, я як бог. Шо я сказав, ты программа и роботь. Вот. Ну, тоже вот такой вот момент интересный. И это тоже доставляет некоторый кайф в работе. Вот. Ну, если вы баг написали, то баг и работает. Окей. С чего начиналась вся моя IT-карьера, да, или как ее назвать, моя активность, да? Все начиналось с того, что ты становишься для соседей тем самым компьютерщиком, который бегает, помогает там с офисом, с виндой. Да. Ты же программист, ты же компьютерщик. Ты запоминаешь серийник винды, потому что так проще. И бегаешь, всем это все переустанавливаешь. Окей. Дальше что? Дальше ты находишь время для себя. Ты начинаешь играться. Ну, комп уже у тебя дома есть. Ты не только в винду там переустанавливаешь время от времени, но еще и играешься. Иначе почему бы ее переустанавливать еще? Собственно говоря, мой первый сайт, который я разрабатывал, я разрабатывал для игрушки. Для вот этой. На тот момент времени я проживал в общежитии номер 8 Хире. Это на Алексеевке, да? Есть тут оттуда кто-нибудь? О, даже есть. С восьмерки. Это не моя банка. Окей. С пингом у нас все было отлично. Собственно говоря, мое увлечение играми сподвигло меня к тому, что я начал разрабатывать сайт. Я разрабатывал сайт для локалки. Ну, разрабатываешь сайт для локалки, потом начинаешь бегать и с этой локалкой что-нибудь делать. Вот. Поэтому я был одним из администраторов этой же самой сетки. Так. Ну, я так понял, тут людей немного, но в общежитии, в период 2000-2005 года я проживал, и там была сеть. Сеть в общежитии как выглядит обычно? Да, да, вот-вот. Вы все правильно говорите, но я настолько древний, что там еще был коаксиал. Коаксиал и 10 мегабит. Да, и 10 мегабит. Вот. И если обрыв, то ты бегаешь по всему... Терминатор, да, на бревочке всегда был. Окей. Вот. То есть, какое-то мое увлечение дальнейшее. Хочешь играться в контру, не только сайтик делай, но и довольствуйся, чтобы был нормальный пинг. Поэтому давай бегай по всей общежитии и настраивай сетку. Вот. Ну, я не настраивал сетку, я больше за техническую часть отвечал. Окей. Что дальше? Дальше меня каким-то боком занесло, и я участвовал в проектировании вышек, которые в итоге стали для лайфа. Мы сделали ужас. Вот. Ну и да, я понял, что такое турецкое качество. Окей. По окончанию вуза в 2005 году я пошел в компанию Ник Солюшенс. Вот. То есть, это приблизительно 10 лет назад. Я пришел в компанию, прошел там испытательный срок, и в какой-то момент времени почувствовал, ну, меня перевели с испытательного срока на непосредственно вакансию. То есть, с чего у нас начинается вообще рост разработчика? Там, джуниор, да? То есть, вы можете представить, что такое джуниор-разработчик. Кто себя считает джуниор-разработчиком? То есть, есть такие? Ну, по бороде вижу, что некоторые, да, до сих пор считают джуниор-разработчиками. Окей, ладно. Ну, я опишу, кто для меня джуниор-разработчик. Это вот такой вот человек, который делает очень оптимистические оценки, потому что он не знает, что ему придется впереди делать. Мало того, у него постоянно не хватает времени на это сделать. Ну, я молчу уже про вложиться в свою оценку. Что еще характерно для джуниор-разработчика? Может, вы подскажете? Можно делать все. Да, на словах делает все. Причем делает на словах все быстро. А по факту сидит до 10 вечера, еще и дома что-то педалит. Вот. То есть, он баги пишет не только на работе, но и дома. Да, так. А к тестировщикам что он? Он не отвечает. Ну, подробно просто письмо. Особенно, если проблемы начинают сгущаться. Да, вот. Вообще у нас печальный такой джуниор-разработчик получается в итоге, да? Он не помню, слажен, но нет у меня. Окей. Хорошо. Ну, вот приблизительно таким я был лет 10 назад. То есть, я, в принципе, соглашусь по многим вещам. Так, что еще бы добавить? А, ну я еще добавлю вот такой вот момент. Это к чему слайд, да? Это приблизительно вот так выглядела моя первая оценка. Мне до сих пор мой менеджер вспоминает ее. Вот. Ну, я говорю, ну, блин, елки-палки, что вы хотите? Так, что? С шестого класса я учил английский. Ну, понятно, ничего не учил. Там, в Fallout игрался. Вот это все, что знаю по-английски, это можно было найти в Fallout. Но это в документации обычно не пишут. Потом был ВУЗ. В ВУЗ вообще гуляешь обычно. Ну, я же на предыдущем слайде рассказывал, да? Counter-Strike, все такое. Поэтому, find the hole, это я знаю. Больше я ничего не мог знать на английском. Соответственно, вот такие вот косяки были. Поэтому, если вы с английским не дружите, то я вам очень сильно рекомендую с ним начать дружить. Потому что вот такие вот казусы будут у вас встречаться очень часто. Ладно. Дальше. Дальше у нас девелопер. Я почувствовал себя матерым девелопером. Ну, давайте опишем меня лет так семь назад, да? Или восемь. Собственный проект есть какой-нибудь? Еще раз. Собственный проект какой-нибудь есть? Собственный, да, есть. И дальше там на слайде как будет. Все, это будет. Ну, ладно. Ну, как по мне, это разработчик, у которого уже появляется свободное время. То есть он баги пишет только в рабочее время. Мало того, он еще успевает на кофе, на перекур. Что он еще успевает? С тестерами пообщаться. С тестерами пообщаться. Да, вот в курилке он успевает пообщаться с тестерами. Но это уже прогресс, потому что раньше он вообще ни с кем не общался. Окей. Что еще? Учить джуниора. Учить джуниора. Да нет, вот как по моим ощущениям девелопера, он обычно уже, ему свойственно сесть на голову кому-нибудь постарше, типа сеньора. Да, и вот если я что-то не могу сделать, то вот с его помощью я обязательно сделаю. А насчет оценок, разработчик обычно, он уже обжигался, когда был джуниором. Да, он теперь накидывает время, теперь овер много. То есть, вон та оценочка, которую я до этого показывал, она была бы еще оптимистичная. Он бы там еще часов 16. Надо же протестировать там и так далее, и тому подобное, задеплоить. Я же это все знаю, мы же это все проходили. Вот, это приблизительно так выглядит разработчик. Окей, поскольку времени появляется много, условно, то начинаешь заниматься чем-нибудь несвойственным для работы. Например, ввести свой блог. Да, окей, блог, что там еще? Открываешь какие-нибудь open-source проектики, начинаешь туда свое рабочее время, по идее, которое ты не должен тратить на проекты, но ты тратишь на что-то другое, да? Ну, ты свою работу свалил на сеньора, а сам сидишь, блог пишешь там, еще что-нибудь делаешь. Вот, приблизительно, разработчик. Окей, даже немного увлекся SEO, докачал блог для пейдж-ранга 7-го. Сейчас он, наверное, 6. Ну, в общем-то, да, это, в дизельности все вот эти вот моменты, они положительно сказываются в дальнейшем, потому что навыки введения блога, SEO, библиотеки, а это все какие-то мелкие такие плюсики к плюсикам складываются, это все равно формируется опыт. Мало того, это опыт, который не зациклен на текущих проектах твоих. Поэтому полезно, когда всесторонне быть развиты. Дальше. Лет 5 назад, да, может, 6. Ну, в эпоху, когда уже 22-летний, да, или 21 год, да, у нас, мэм, сеньор-разработчики. Ну, в общем-то, почувствовал я себя старым и решил, что, наверное, я уже сеньор. Потому что перерос лет так на 6 вот этих вот 21-летних сеньоров, поэтому думаю, ну все, я теперь сеньор. Ладно, кто у нас сеньор? Тот, кто вообще не работает. Рано, рано. За всеми, давай. У вас есть компания, которая делает сервис типа форекса, но для Уолл-стрит. То есть биржевые котировки, онлайн, реал-тайм информация, которая должна быть up-to-date каждую секунду. В 9 утра открывается биржа, в 8.58 вам звонит клиент, говорит, что сервер не работает, у вас сервер висит. Сеньор спокойно отвечает клиенту, что да, мы разбираемся, и спокойно разбирается с проблемой. За 2 минуты даже 5 минуты. Так обозначил сеньора человек Яков Пайн, который работает, у него, конечно, 16 лет, у него своя небольшая контура, которая обслуживает Уолл-стрит, и вот он написал работу сеньора. У каждого отменя есть сеньор. Хорошо. Ну, я еще добавлю своих, да, как это, свои 5 копеек. Для меня сеньор это вообще человек, который достаточно реалистично может, ну, во-первых, с оценками, да, у него уже полный порядок, да. Он уже понимает, о чем говорит, когда дает оценку. Мало того, у него нет оценки, это невозможно, идите лесом. Он говорит, для того, чтобы вот это стало возможным, мне нужно потратить отца часов времени, и после этого я вам скажу, когда это будет возможно. Вот. Но это уже профессиональный подход, я вам скажу. Это нужно уметь, нужно уметь давать оценки. То есть, запомните, не должно быть у сеньора, не должно быть слова «это невозможно». Он должен сказать, при каких условиях это возможно. Вот и все. Вот и вся разница. Ну, или должен сказать сроки, когда он скажет, когда это будет возможно, да. Или скажет, когда у него будет время на то, чтобы подумать и исследовать. Ну, вы поняли, да. Вот это сеньорный подход, вот так он должен работать. Плюс к этому этот человек, да, вот на нем висят вот эти миды, джуниоры, и он им помогает. Мало того, он смотрит на их код, ругается про себя, вот, и учит тому, как нужно. Потому что тот, который ругается вслух, это, наверное, все-таки мид-разработчик. Вот сеньор ругается про себя. Что еще? Разработчик, сеньор, это человек, который вообще вот кайфует от того, что проект завершен. Вот проект завершен, он вышел в лифт, там пошли юзеры, вот это кайф. Вот. Ну, собственно говоря, я считаю, что для любого разработчика это самое оно. Ну, вот сеньор, самое-самое вот это вот, это его. То есть, разработка проекта. Мало того, сеньорный разработчик, он часто, его привлекают к разработке архитектуры, да. То есть, мы знаем, там есть сеньорный разработчик, там дальше архитектор. Но если проект не сильно крутой, то обычно роль архитектора выполняет сеньорный разработчик. Так, что еще? Что насчет взаимоотношений? То есть, с тестировщиками? Баги не пишут. Да, они бухают просто вместе, да? Ну, окей. Возможно, с менеджером. Да, подменяет. Кто у нас еще есть в команде, обычно бывает? Ну, администраторам помогает, да, еще какие-то проблемы, чтобы они наблюдали. Да, да, есть такое. Окей. Хороший какой, а. Хорошо. Ну, кроме всего прочего, есть, опять же, много-много свободного времени. Потому что уже почти как администратор, да, все работает. Окей. Что за это время можно, я умудрился наклепать? Во-первых, я наклепал кучу всяких библиотек. Отдельно отмечу Яндекс.Хмл библиотеку, которая по своей, ну, достаточно уникальна была. Да, и сейчас она, наверное, единственная ПХП библиотека, которая работает с Яндекс.Хмл поиском. Которая уже не саппортится Яндексом. Окей. Дальше. Кроме библиотеки, решил запилить сервис. Сервис работает, и даже мне уже лет пять приносит какую-то там копеечку. Он бесплатный абсолютно, то есть мне копеечка капает с рекламы. Потому что я когда-то смотрел там на SEO, на все эти оптимизации. Ну, вот видите, оно вот так вот выстраивается в одну схемку. То есть где-то там покопал в свое время, да, а здесь вот оно тебе аукнулось. Что еще? Или что дальше? Дальше я стал техлидом в отделе. Техлид. Кто такой техлид? Это тот человек, у которого больше времени, чем у синьора свободного, да, становится? Окей, что еще? Собеседование проводит. Ну, да, есть такое. Еще раз. Получает за всех остальных, да? Ну, да, тоже есть, да. В техническом плане, наверное. А вот этот техлид уже может на ход ругаться, слух опять. Да, да, это да, это точно. Ну, тут ребята есть с моего дела, так что да. Они знают, что это да. Так. Да? Фреймверки для всех пишешь остальных. Фреймверки для всех пишешь остальных. Ну, это я на предыдущем этапе писал. Техлид уже, фреймверки. Ну, если честно, мое отношение к фреймверкам, есть фреймверки с определенными, ну, с задачами, которые они решают. Если мы пытаемся какой-то фреймверк куда-то не туда тулить и потом из него лепить непонятно что, но это плохой путь. Поэтому нужно выбирать фреймверк под определенную, под задачу и не зацикливаться на тот единственный, который мы учим. Вот. Ну, собственно говоря, то же самое и касается технологий. Если у нас есть PHP, и тут нам пришли, сказали, нужен чатик напилить, вот, мы такие взяли, там, чатик, а там 30 тысяч онлайн, ну, в общем-то, и пилим непонятно что на PHP. Но вот это неправильный подход. Да, ускоряет, ну, вообще это все извращение, я тебе скажу. Вот, есть PHP 7, есть, вообще, вот, PHP, он для чего нужен? Просто отдать страничку, да, там, какая-то логика на сервере. А когда PHP заставляют делать то, для чего он не предназначен, ну, к примеру, чтобы привести пример. А? Ну, да, можно с определенной, можно делать консольные аппликейшены, там, у кого консолька хорошо, у Symfony, да, или? Ну, да, сейчас в последнее время, по-моему, все фреймворки хотят, чтобы у них там была какая-то консолька с каким-то функционалом. Ну, да, она там выполняет роль кода-генератора или еще что-нибудь, или там с миграциями работа. Окей, принимается тут. Ну, вот, чат, или там, что еще? Блин. Что я встречал такое, что вот пытаются заточить в PHP, а оно туда не тянется, и его издеваются. Еще раз. Демон на PHP. О, демон на PHP, отличный пример, но зачем? Вот, зачем демон на PHP писать? О, многопоточность, вообще отличный пример, но зачем, да, вот это вот, вот отличная есть картинка в интернете, да, то есть, вот, вы когда пытаетесь что-то сделать не то, с PHP или с JavaScript, вы вспоминаете вот эту вот картинку чудесную, когда из буханки хлеба сделали троллейбус, да, или что там было? Все видели эту картинку, да? И там вопрос такой, но зачем? Вот, если вы не знаете чего-то, ну, постарайтесь изучить там что-то рядышком, постарайтесь JavaScript изучить, ноду подучить, не знаю, ну, на крайняк, позовите там или джависта, питонщика, вот, скиньте ему то, что он должен делать. Ну, если нету таких, то вот там этап джуниор и так далее, ну, там начинается вот это вот, баги пишешь весь рабочий день. Окей, так, мы это обсудили, давайте я как-то ускорюсь, постараюсь, что я делал в свободное время. В свободное время я написал книгу, учебник jQuery для начинающих, тот, который опубликован он в Free, даже получилось издать его, в общем-то. Так что, если у вас много свободного времени, очень неплохо взять и что-нибудь написать. Не обязательно учебник, но можно блок, можно блок на хабре вести, вот, старайтесь, это поможет вашему, ну, если ты не знаешь, иди учи, да? Знаете такую шутку, ну, вот в этом тоже есть что-то. Вот, ты пытаешься, когда ты пытаешься на низком уровне объяснить человеку, как что-то работает, ты в этом вообще начинаешь отлично разбираться. Вот, есть этот момент. Мало того, когда ты вот публикуешь свои размышления, люди, люди могут прийти и помочь тебе скорректировать свой курс. Главное, нормально воспринимать критику. Это единственный момент. Если вы не умеете воспринимать критику и на любой критическое замечание к вашему материалу будете впадать в истерику, то ни к чему хорошему это не прийдет, будете себя туканировать, трепать. Так что, старайтесь, пишите статьи, старайтесь излагать материал другим. Это поможет и вам самим разобраться, ну, и людей просветить, да? Окей, что еще? Я вот когда там обращал внимание на тут Яндекс.ХМЛ, это все жжжи было неспроста. А в результате на данный момент наша компания разрабатывает официальную PHP SDK для Яндекса, для их сервисов. То есть, в какой-то момент времени у нас получилось убедить Яндекс, что нужно такие написать что-нибудь на PHP для того, чтобы ихний саппорт не штурмовали вот этими разными различными вопросами непонятными, поскольку в Яндексе на PHP ничего не пишут. И когда к ним приходят PHP-разработчики и задают свои странные вопросы, они вообще ничего не понимают, что происходит. Поэтому пришли мы, написали PHP-библиотеку, поэтому со странными вопросами приходят к нам. И если действительно мы что-то там не разобрались, то тогда мы уже идем к Яндексу. То есть, они из себя там очень неплохой груз скинули. Окей, дальше. Дальше техлит, у него есть достаточно много времени, поэтому он вот здесь стоит и здесь выступает. Не только здесь, но еще и на других конференциях. Так, ну, собственно говоря, мало того, что выступают, так еще и организовывают. Ну, а что дальше? Дальше, ну, не знаю, дальше есть архитектор, да, есть тренер. Ну, посмотрим, куда меня дальше занесет, я еще не знаю. Вот, на этом, собственно, все. Спасибо за внимание. Аплодисменты. В компании есть, как это, практика, обучение. Вот туда я бы, наверное, все-таки попал. Ну, сам себя я бы себе туда поставил. Вот, на вакансию нет. Почему? Так, секундочку. Почему? Ну, не знаю, наверное, сейчас уже все-таки планочка повыше стала. Что мы требуем от джуниор-разработчика по сравнению с тем, что было раньше. Если раньше я такой, ну, вот смотрите, я же по контре сделал сайтик, смотрите, какой клевый, тут вот здесь вот это. То сейчас это все не канает. То есть, сделать сайтик может тут, я не знаю, каждый третий. И без особых знаний PHP. То есть, не разбираясь в ООП, что еще там. Ну, с английским это вообще мрак, да, как вы уже видели. Вот, ну, нет. Я бы себе максимум на вот эту вот практику взял. Еще вопрос. Нет, я вот это вот, ну, на тот момент этого осознания, ну, и оно было как, оно было неправильно. То есть, я вот сейчас, я могу прикинуть, когда я там стал МИДом или когда я стал сеньором, ну, техлит это больше была административная, да, какая-то должность, вот. А вот те градации я могу только вот сейчас сказать, где я их переходил. То есть, каких-то объективных моментов я, наверное, сейчас даже не назову. Вот эти вот градации, с ними в действительности очень все сложно. Поскольку некоторые компании там проводят тесты, там, ну, формализуют все этот процесс. Но при этом все равно будет МИД-разработчик, которого не посадят в проект, где нужен МИД-разработчик, да, потому что он не потянет. Вот, ну, вот, это все равно, вот, не знаю, это какая-то субъективная все-таки штука для меня. Да. Хотелось бы услышать о вашем векторе развития сейчас. То есть, когда там человек junior, middle, понятно, что он хочет доучить язык до какого-то уровня, изучить там все его нюансы, выучить, наконец-то, SPS, узнать, что он существует и прочее, прочее, прочее. А куда вы двигаетесь сейчас? Что вы сейчас изучаете? Смотрите ли вы на другие языки и прочее? То есть, ну, JavaScript, PHP мы не берем, ну, не осматриваем сейчас. То есть, тачпорт, например, Go, Scala. Ну, вот у меня там где-то сейчас в закладочках появилось Go, да, там, статейки. Но, не знаю, это вот уже, это тяжелее, да, переключаться на какие-то другие языки. То есть, я больше к тому, ну, более абстрактными вещами как-то оперирую, да. То есть, мне, как педалить, я особо сейчас не педалю, да. У меня есть моменты, когда я там залажу, там, просматриваю коды-ревью, делаю. Такие редкие моменты, да. Вот. А чтобы педалить, ну, ты смотришь на язык, пытаешься в нем в верховом уровне разобраться до того момента, чтобы понять, зачем он нужен, для чего он вообще идеально подходит. Вот, пока я себе вот туда иду, в эту область. То есть, пощупать это, понять, для чего он, зачем он, и интересен ли он мне вообще для изучения более подробного. То есть, скажем так, вот я на этом сейчас этапе. Я ответил? Еще вопросы? Так, давай. У меня есть один вопрос. Первый, это отсылка к висеку специально с процентами, или это на полочиле? Ну, я просто усердно. Я в учебнике использовал эти самые проценты, поэтому я, ну, случайность скорее. Второй, это третья конкретка вам не знала. Где она проходит, обычно? Там в ОДП или что-то такое? Ход-код? Да, ход-код. Я тогда ездил в Киев, выступал. В Киеве? Да. Ну, тогда была в Киеве, а потом ее отменили в одно время. Я сейчас не знаю, опять на половую или все. Третий забыл. Хороший вопрос. Так, давай. У меня такой вопрос. Согласитесь с тем мнением, что вот в Нью-Йорке и Тихлип, он должен быть авторитетным в глазах Гуниевра. То есть, ну, у меня была такая ситуация, когда мой Тихлип, он один раз такое сказал, что я... Он у детства упал в моих глазах, и я вижу, что передовольственный человек чуть-чуть выше меня, хотя бы он рассказал, что он там в Олимпиадах участвовал, синхронисты. Какой-то, в принципе, не верю. Ну, я понимаю, что у меня есть вопрос, что он должен быть. Да, тут, конечно... А у нас здесь не редко, потому что она демитрирует форму, которую я отправляю. Существует, наверное, все полагания, для того, чтобы получать данные от пользователя, а у нас хватит. У них была задача моя, зашифровать эти данные, чтобы никто не посмотреть. Я, ну, не мог найти бюджетик, потом уже нашел. И мы здесь играли. А давай не широко. Я думаю, чувак, а как ты про такие баллы не будешь? Ну, как ты редко будешь искать. То есть, ну, конечно, функция, она образная, нельзя достать вопрос. Ну, твоя ситуация понятна. Ну, смотри, тут вопрос, скорее, не авторитета. Я тебе могу сказать, откуда, возможно, возникла эта проблема. Очень часто, вот, представьте... Я не часто, но, когда я поработал с людьми, там, и человеком, он более опытный, он более опытный. Окей, да, техлит, сеньор должен быть авторитетным. Но я тебе могу предположить, откуда вообще вот эта ситуация возникла. Что когда сеньор или техлит мочит какую-то штуку, от которой ты такой, что? Но я могу сказать, в каких случаях это происходит. Это когда этот человек, он не знает области, в которой ты спрашиваешь. Но он такой думает про себя. Блин, вот сейчас, если я ничего не отвечу, или там скажу, вот, я пойду почитаю Википедию, это ж мой авторитет вообще понизит для... Ну, дай-ка я сейчас что-нибудь это расскажу. И он рассказывает, и не попадает. Вот. Поэтому я считаю, если ты сеньор или техлит, то ты должен в такие моменты уметь сказать, чувак, я этого не знаю. Давай, или я сейчас посмотрю, или ты сам посмотришь, или я бы на твоем месте сделал то-то и то-то. Вот. То есть нельзя, не нужно бояться признавать, что ты в чем-то, чего-то не знаешь. Вот это вот как раз это детство, которое идет, вот, мид. Вот, миды любят это. Вот, миды постоянно. Да я это знаю, да я сейчас это все сделаю. И вот иногда вот эти вот моменты, они... Ну, ты уже техлит, ты уже эксперт, но все равно эти моменты не перерос. Вот. И вот иногда мочат. Ну, иногда и сам за собой замечал, тоже бывало. Вот. Ответил? Так, сейчас, секундочку, вон там молодой человек. Два вопроса. Первый вопрос. Кто такие трейн? Нет, там был трейн в начале, этот человек... А, тренер. Ну, это типа тренер, человек, который проводит тренинги, да? То есть я, как играющий тренер, да, прихожу в компанию и рассказываю, чуваки, нужно делать вот так, поехали. Новая технология. Да, 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 да. То есть вот это вот такой вот... Да, прокачивают уровень команды. То есть я хожу, там мастер-классы провожу. Вот это вот пример хороший. То есть вы такие, вот давайте вызовем такого-то чувака, он пройдет нам мастер-класс. Вот это вот звонят мне, я такой, окей, я сейчас приду вам расскажу тут. Про то, что сам не знаю. Вот это вот приблизительно тренеры. А как компанию, ну, это... А как компанию узнают о тренерах? Есть такой человек. Компании о тренерах узнают следующим образом. Я вот... Несколько ребят уже звал и проводили мы тренинги, да, у себя. Это вот в Фейсбуке ты такой читаешь, чувак такой вообще отжигает, или на хабре там статьи пишет. И такой стучишься к нему и говоришь, слушай, давай ты приедешь к нам и расскажешь это моей команде. Вот. Расскажешь обо всем, что знаешь. Чтобы моя команда тебя там поспрашивала, помучила, да, порвала на куски. Вот так вот люди становятся тренерами, да, вот приблизительно так. Ну, Фейсбук, хабр, да. Стань тренером через Фейсбук, это неплохой мем, да. И второй вопрос. Да. Как тебя спят на уровне джуниора или мидера? Читать не нужно. Ну да, там тебе уже подсказали, да, читай. Читай и развивайся. Десильности. Я вот часто привожу такую аналогию. Вот представьте, IT вообще, это вот эскалатор, да. Возможно, тут многие слышали это. И вот для того, чтобы эскалатор, он едет тебе навстречу. А тебе, чтобы развиваться, нужно идти вверх, учиться, постоянно учиться. И, соответственно, если ты идешь со скоростью эскалатора, то ты остаешься на уровне вот этого джуниора. Вот. А для того, чтобы становиться лучше, ты должен бежать по нему. Мало того, IT-сектор, это такой, так быстро развивается, что тебе нужно, мало того, чтобы бежать по этому эскалатору, тебе нужно бежать быстрее, чем бегут другие по нему. Вот. Поэтому ответ учиться, учиться, еще раз учиться, да. Встал и ушел с площади. Ладно. Ответ такой. Да. Теперь. А вот только объективно. Почему столько лет в одной компании и как тебе удержали? Как удержали, почему столько лет в одной компании? А вот ты посмотри, вот сколько я всего смог сделать в этой компании. Нет, ну только объективно. Ну, объективно, серьезно. Я такой сижу, вот, синг-пхп у нас сколько уже, три года? Ну да, раз в три месяца, ну, три года назад. Да, да, я такой сижу, такой, думаю, блин, чем заняться, чем себя развлечь? Я такой, пошел к начальству, говорю, смотрите, а давайте мы организуем конференцию. Вот. И вот это очень круто. В 10 лет тебя должны были чем-то стимулировать. Давай мы будем использовать слово мотивировать. Окей, теперь, да, 10 лет меня чем-то мотивировали. То есть для начала, ну, нет, это коммерческая тайна, это уже но-но-но. Вот. Для начала есть, как это, у тебя есть базовые потребности, да? Ну, вспоминаем пирамидка Маслоу, да? Вот. И вот вначале ты развиваешься, тебе платят денежку, платят денежку, да? В определенный момент тебе денежки, в принципе, хватает на то, чтобы обеспечивать себя, семью и так далее. Вот. И дальше уже идут вот эти вот вещи, что я могу взять, написал книгу, пошел к начальству, говорю, давайте мы ее распечатаем. Окей, давай. Хочешь конференцию проводить? Окей, давай проводить. Вот это вот все, оно стоит много действительности. То есть мне компания дает возможность реализовать свои идеи. Вот это вот, как это, самая объективная штука. То есть если компания дает возможность реализовать себя, свои идеи, то это реально круто. Да. Когда молодой, ты можешь очень быстро бегать с компанией в компанию. Но пока ты жуль, ты можешь идти с компанией в компанию. Ну, как только, когда остаешься до нормального уровня, ты понимаешь, что уйдя из этой компании, ты не получишь уровень выше, чем другой компании, ты получишь уровень ниже. И ты не будешь больше, чем в этой компании. Компания перемагивает хорошую, это не означает, что мало там тебе будет лучше. Ты знаешь, мне вот недавно стучался, Хэрос, не помню с какой компании, да это и не важно. Вот, говорит, завлекает, красиво поет. Говорит, вот, проект, мечта, все такое. Я говорю, девушка, вы откуда? Она с такой-то компанией. Я говорю, девушка, зачем мне менять одну аутсорс-компанию на другую аутсорс-компанию? Она, ну как же, у нас же такой проект. Я говорю, ну нет же разницы. Я не пенсионер, а по правилам. Да. Да. Существует. Поэтому все большие компании чем-то похожи. И в любой из больших компаний вам будет сухо и тепло, если вы ведете себя как адекватный человек. Клиентам это не отрицает наличие корпоративного духа и определенных отношений в компании. И это второй момент. Работая долго, вы выстраиваете отношения, которые многого стоят, как правильно сказал докладчик. Потому что, хорошо, вы можете перебежать в другую компанию, получить на 200 долларов больше. Но отношения, ну что, это не долг. Кроме того, если вы работаете в большой компании, и вам надоело заниматься этим проектом, и работать с этой командой, и работать с этой командой, и компания предпочитет вас одержать, чем отпускать. Дать вам возможность сменить работу внутри компании, чем с нами. Какие соотношения? Это вот еще такой момент я приведу с английским. Да, вот если запомнилась эта тема, то говорят, почему дети очень быстро начинают, ну с раннего возраста, легко вливаются в иностранную среду и изучают язык. Потому что они не боятся ошибаться. Вот. И, а вот люди, которые боятся выступать, боятся общаться, вот возникают у них такие вот проблемы с этим. Поэтому софт-скил прокачивается только постоянным перебороть себя, скажем так. Так, и вторая часть вопроса была, извини, я... А, вообще мне не характерно матюкаться, вот. Поэтому я тебе не могу с достоверностью сказать, как это правильно делается. Я вообще не матюкливый человек. Если матюкаюсь, то это уже совсем крайняя степень. Это бывает редко. Поэтому я, к сожалению, не могу на это ответить. Так, еще был вопрос... Да. Вопрос такой. Когда появилась мысль об организации этой конференции? Были же какие-то, ну, как бы, мысли, идеи, цели, ожидания? Возможно, можешь их перечистить и сказать, что спустя три года они, как бы, сбылись? Или нет? Хорошо. Давай, ну, я тебя понял. То есть, каковы были предпосылки к организации конференции? И вот, оглядываясь на три года назад, что из этого получилось? Первое, что было, это, во-первых, какая-то была небольшая все-таки обида, потому что в комьюнити, PHP-комьюнити, как такового, не было в Харькове. То есть, появлялись, я не помню, какие конференции, они мельком появлялись, исчезали. Но, как такового, вот места, где можно было прийти и потусить PHP-разработчиками, обменяться опытом, его не было. То есть, это вот такой момент, то есть, я для себя такой, блин, вот это досадно, реально досадно. Был кофе-код, по-моему, или как-то так конференция была на базе ХНУ, или где-то там в ВУЗе каком-то проходила, вот, ну, как-то оно не цепляло. Поэтому, в первую очередь, для меня была вот эта вот такая вот небольшая обида, жалость, и хотелось организовать. Это первый момент. Второй момент, это был все-таки челлендж, да? Ты такой, челлендж акцепт, это пошел, давай попробуй себя все-таки. Я как-то даже кому-то пообещал на Zen Framework конференции, которая проходила в Питере, и я сказал, я возьмусь и организую Zen Framework конференцию, которая будет в Харькове. Но нифига, не сложилось у меня, поэтому я решил, ну, хоть не Zen Framework, так SyncPHP будет. Это второй момент. Третий момент, ну, третий момент, все-таки в пятницу вечером куда-то нужно пойти. Ну, это не суть. Вот основные, основная, как это, основная вещь, это вот как раз желание организовать комьюнити. И да, спустя вот это вот три года, ну, смотрите, у нас полный зал, неплохой, кстати, зал, мы нашли неплохой зал, в который можно приходить и общаться на интересные темы. Ответил? Еще вопросы, ребят? Ох. Так, давай, ты вначале. Ребят, ну, по собеседованию, у нас был уже доклад, кстати, на SyncPHP. Вот, тут целый доклад можно еще один организовать на часик, но в первую очередь ты обращаешь на то, что как человек выглядит, да, вот это вот, как же это, реакция первых двух секунд, да, ты видишь человека, и вот ты его воспринял, вот это первое впечатление, вот это оно очень рояляет, потому что потом ты такой сидишь, ну, ты же мозгами понимаешь, что нужно первое впечатление отбросить вообще, но иногда это не получается, вот, так что это насчет самое первое, а самое главное, это все-таки соображалка. Если у человека работает соображалка, то все остальное ему можно учить. Так, там еще был за тобой человек, не я, там был, да. Да, вот, давай так, если у тебя есть один язык основной, вот его нужно хорошо добить, а потом можешь уже где-то по сторонам, вокруг себя смотреть, брать, впитывать. Можешь это делать, конечно, в параллели, но тогда хороший результат в основном в твоем языке, он, ну, ты его добьешься, но он чуть с опозданием. Приблизительно так, но это мое такое мнение. Ответил? Ну, то есть, смотри, если ты с самого начала начинаешь на 5 языков учить, да, то все 5 ты выучишь через 5 лет, а если ты один, то через год, условно, приблизительно, да. Ну, да, такие языки, вот, я больше, которые смежные, да, вот, меня к ним больше тянет, чем к альтернативным вообще. Вот, ну, здесь, наверное, больше это к рассеиванию твоего внимания, я бы сказал. Если вот в конкретном примере, который ты привел, я бы сказал, что это больше к рассеиванию внимания. Хотя, ну, это зависит от человека, вот. Каждый человек по-своему будет это воспринимать. По-своему у него, ну, свой путь, у него по-своему будет получаться или не получаться это. Как-то так. Так, окей, еще был вопрос. Ну, вот, вначале он, да, еще один вопрос. Ты третий вспомнил? Просто я про знал, ты иногда логические задачки на собеседании, или что-то это другое? Просто я про знал, что вы же где-то... А зачем логические задачки? Ты даешь человеку простейшую задачку. Посчитай количество слов в абзаце. Вот, на PHP. Напиши, пожалуйста. Самый простой тест. Написал уже? Говоря. Окей, давай. Одно время я болел с сертификацией, хотел ее получить по... ЗНДовую сертификацию, да? Там... А? Да, ЗНД-инженер. Ну, потом как-то переболел. И вообще у нас в отделе, ну, всем утерла нос девчонка, которая первая ее получила. Вот. Причем от нее вообще никто этого не ожидал. И все такие... А, вот это я... Да. И я дальше не матюкаюсь. А поэтому я уже такой, ну, если... Ну, значит, все отлично. Ну, что... Уже неинтересно. Да, интерес прошел. Ну, давай еще. Смотри, ну, в действительности нужно подходить... Ну, как, я подхожу с экспертным подходом к оценке. То есть я там расписываю... Ну, расписывают ребята по фичам, да? Вот. Но есть у меня простая формула, по которой я могу валидировать оценки. Ну, то есть, это формула, которая мне какой-то, как это... Как звоночек такой. Если там оценка слишком далеко от этой формулы, да? То, значит, что-то нужно выяснить в этой оценке. Ну, простая. К примеру, берем количество... Суммируем количество ролей, количество сущностей и количество интеграций. Ну, я для веба считаю, да? Что такое интеграция? Там, payment прикрутитель и так далее, shipment, ну и так далее. Вот. И умножаем на 32 часа. Все. Простая формула, но это формула валидации. Это не формула оценки, это формула валидации. Вот. А? Пояснить? Валидации чего? Ну, оценки не все делаю я. То есть... Да, я проверяю и так чужую оценку. Еще вопросы есть? Я уже выступил. Еще раз? Эксепшн не выдает. Это одно двое. Да. Эксепшн. Оно формула выдает эксепшн. Окей. Ну, вопросы закончились? А-а-а-а, нет. Давай. Есть такой вопрос. В некоторых фирмах есть четкое распределение, четкий список вещей, которые должны знать джуниор, миддл или синьор. Есть ли у вас какой-то такой определенный список, по которому можно определить знания человека? Или вы так, вы вас определяете? Ну, вроде миддл. Так, вопрос в том, есть ли у нас четкая градация и четкий скиллсет на каждый левел разработчика. А, нет. Четкого скиллсета на каждый левел у нас нет. У нас и левелы не приняты в компании. Еще вопросы есть? Есть. На... Кто это сказал? Говори, еще вопросы нет. Ладно, ребят, давайте только быстренький вопрос. Чей вопрос больше всего понравился? Кто мне скажет? Я уже устал, я уже запутался в этих вопросах. А? Стимуляция. Так, 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 по одному, пожалуйста, ребята. Лучше вопрос стимуляции. Стимуляция, отлично. Стимуляция в компании. Я не знаю, в какой компании. Но за стимуляцию вручаю тебе сертификат на IDE от JetBrains. Все. Спасибо.